За плечами воспитанников международного лагеря «Самбатион», начавшего свои научные экспедиции в России еще в 2006 году, множество поездок в разные страны. Главная задача – посетить древние памятники, углубиться в историю еврейской нации и, как вывод, понять историю древнего народа и рассказывать о ней. В этом году, после несвежа пружан и кобрина, путь самбатионовцев привел на Брещену. Собравшись в музей евреи Бреста, они смогли почерпнуть новые знания, чтобы использовать их в своих научных трудах. В этом году группа «Самбатион Восток» посвящается тематике поиска в царстве. Едут они, начиная с Минска по направлению Краково, где встречается с вторым годом Запад. По пути исследования студенты в результате практических занятий, различных мастерских, они изучают все то, что связано с евдоистикой, с евреями по ходу исследования. Работают несколько мастерских. И изучение идет не только архитектурного наследия, изучают различные тексты, переводят их в то же самое время, различную музыку, которая звучала ранее на территории наших западно-белорусских земель. История еврейских регионов вот уже на протяжении нескольких лет вызывает интерес у научных руководителей и исследователей, студентов и школьников, просто любителей. Именно для ее изучения каждый год они участвуют в мероприятиях, организованных руководителями образовательного лагеря «Самбатион», лекциях, семинарах, творческих и исследовательских лабораториях, увлекательных длительных путешествиях. У евреев для еврейской мысли, для еврейской культуры очень важно представление о царстве, которое связано со Всевышним и связано с потерянным когда-тошним еврейским государством. Так сложилось, что на этих землях это представление связано с земной репрезентацией власти, то есть конкретными помещиками-графиями, которые строили замки, мы можем их видеть, которые строили парки, опять же, мы можем их видеть. И это каким-то образом отображалось в еврейской литературе, например, в разнообразных сказках и притчах. Специальная педагогическая программа «Самбатиона», совмещающая изучение иудаики, и педагогики, в этом году не случайно предусматривает посещение Брестской области. Студенты и преподаватели, а также присоединившиеся к ним специалисты из других вузов посчитали необходимым визит по тем местам, где в довоенное время проживало большое количество евреев. Мы были во многих городах белорусских, в которых жили евреи, таких как Мир, Несвеж, вот сейчас в Бресте, были в Кобрине, были в Ружанах. Впечатление вообще невероятное, места, по которым вообще ходили люди, где были кладбища, все это пропитано такой энергетикой. Берестейские люди всегда отличались почительным отношением к тем событиям, которые происходили на их земле, к людям, которые жили и творили здесь, прославляли этот благодатный край. Еврейство – это тоже часть славной истории Брещины. Люди чтут ее, сохраняют и оберегают свидетельства тех времен. Именно поэтому в Брест приезжают научные экспедиции. Именно на нашей земле ведутся археологические раскопки и создаются музеи. София Бережная, Сергей Куропатов, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ.